Напомним хронику событий, связанную с гибелью рыбы на реке Лыбедь 29 сентября. В середине дня прохожие на улице Речников, поднимаясь по мостику к Рязанскому Кремлю, обнаружили несколько мертвых рыбин. Далее они позвонили рязанским экологам, а те, в свою очередь, коммунальным службам Рязани. Работники водоканала начали осмотр берега вдоль всей реки Лыбеди, но никаких видимых признаков какого-либо загрязнения они не обнаружили. К вечеру того же дня были готовы и результаты исследования воды из Лыбеди, где также никаких превышений предельно допустимых концентраций химических веществ не найдено. Проводились анализы по реке Лыбедь в определенных точках. Присутствие ни канализационных стоков не подтвердилось. По основной версии рыба могла погибнуть от изменения температуры воды в водоеме. По предварительным данным причиной гибели рыбы могло послужить нарушение температурного режима водного объекта. Для любого вида рыб есть определенная температура комфорта, но в то же время рыбы не выдерживают резких колебаний температуры, которые могли происходить в водном объекте в связи и с погодными и климатическими условиями, ну и с какими-либо другими. Сейчас трупы дохлых рыбин находятся на экспертизе. Хотя вряд ли нужна тщательная экспертиза, чтобы выяснить, рыбка сварилась или перемерзла. И еще, если рассматривать высокотемпературную версию гибели рыбы, то надо бы вспомнить, что драма на Лыбедке произошла аккурат в день запуска отопления в Рязани. Как сказал бы Шерлок Холмс, элементарно Ватсон. Пожалуй, положительный факт для горожан в этой истории лишь тот, что все-таки вводится еще живность в казалось бы мертвых водах, закатанной в водопроводную трубу реки Лыбедь. Может, вскоре вслед за водицей и воздух в Рязани станет почище. Однако, если для того, чтобы рязанские власти озаботились качеством воды, потребовалась трагедия в рыбном царстве, то уже страшновато предположить, какое ЧП послужит толчком к тому, чтобы и атмосферными делами власть занялась вплотную.